Так ли плохо кортизол и так ли плохо стресс? Гормон стресса, он разрушает мышцы, он разрушает кости, он губит нервную систему, он увеличивает все проблемы с лишним весом и так далее и там подобное. Но если вдуматься, кортизол это очень важный гормон. Кортизол мобилизует нас, он позволяет нам утром проснуться. И не случайно именно в утренние часы концентрация кортизола очень высокая. Если мы посмотрим в глубину веков, то окажется, что в эволюционном плане высокий уровень кортизола позволял нашим предкам справляться с болью, с физическими нагрузками. Но у современного человека возникает другая проблема. Он начинает тревожиться, он влетает в штопор стресса, и кортизол становится очень высоким. И этот уровень высокого кортизола тянется на протяжении долгого времени. Вот это неприятно. Теперь давайте поговорим, как измерять и нужно ли измерять кортизол. Во-первых, кортизол в крови измерять не стоит. Большую часть гормонов стоит измерять в слюне. Второй момент. Очень важно, что уровень и кортизола, и многих других гормонов колеблется в течение суток. И в ситуации, когда он утром высокий, и это абсолютно нормально, потом он снижается, потом возрастает. И эти колебания достаточно вариативны. Кто-то говорит, у меня такой-то уровень кортизола, и из-за этого у меня депрессия или тревога. И опять мимо. Потому что и депрессия, и тревога очень часто связаны, и то, что очень часто связаны, они просто взаимодействуют по своей сути друг с другом, и депрессия, и тревога. Они перекрещиваются порой. Это первое. Во-вторых, в структуре депрессии имеет значение масса других гормональных взаимоотношений. И серотонин, и норадреналин, и глутамат, и дофамин, и кортизол, возможно. Но на самом деле, еще раз повторяю, что нет такого, что один гормон плохой, другой хороший. Что вот окситоцин, гормон любви, это классно, это здорово. Он всем нам помогает любить, наслаждаться, любовью, привязанность создает. А кортизол такой мерзкий, нехороший, даренной гормончик Игнатьева. У человека появились так называемые нейроэндокринные изменения. Ну, так называемый кушенгоид, например, да, круглое лицо, ожирение по специфическому типу. И это стоит того, чтобы забить тревогу и начать разбираться, что же происходит. Сакраментальная банальная фраза, обратитесь к опытному врачу, эндокринологу, неврологу, чтобы разобраться. А не так огульно поставить вены для того, чтобы кто-то у вас забрал кровь на анализ кортизола. Это полная ерунда. Приведу простейший пример. У вас только окситоцин, а нет кортизола, например. Человек превращается в такого блаженного, влюбленного во все и вся субъекта, смотрит который на этот мир такими благостными глазами. Он расслаблен, он мягкий, я бы сказал, даже рыхлый в какой-то степени. Голова работает плохо. Те, кто влюблен или был влюблен, знают, что в период, этот удивительный период жизни, человек немножко такой шалой становится. Он не от мира сего. Влюбленных людей видно, особенно юных со стороны, они производят очень своеобразные впечатления. И вот идет такой человек по улице, навстречу летит автомобиль, надо бы отпрянуть, отпрыгнуть. Но нет, этого не происходит. Ведь для этого-то нужен был кортизол, когда нам нужно быстро, мгновенно среагировать. И вот эта реакция «бей или беги» и отпрыгнул. А кортизола нет. Все, закончилось на этом. А теперь несколько слов о стрессе. Так ли плохо стресс? Представьте себе, есть такая концепция, даже не концепция, а классификация стрессовых ситуаций Холмса и Рея. Да, они разбили все стрессовые ситуации по баллам. Самый высокий балл — это смерть близкого человека, тюремные заключения, развод, разорение финансовое и так далее. Но вы удивитесь, когда узнаете, что 15 баллов имеет такое стрессовое состояние, как выход в отпуск, свадьба, рождение ребенка. Это тоже стресс. Но он положительный стресс. Он тоже в определенной степени мобилизует нас с вами. Если бы мы были с вами абсолютно такими хладными, как лед, и не испытывали стрессов, жизнь не то что была бы неинтересной, она не кипела бы и не бурлила бы и не была бы расцвечена такими красками, как это происходит в реалиях. Наша задача, вот это очень важно, научиться управлять стрессом. И для этого очень хорошо подходят различные техники медитации. На моем YouTube-канале есть отдельный ролик, посвященный простейшим методикам медитации, но мы разработали специальный курс для того, чтобы вы день за днем, неделя за неделей, в течение 30 дней, как минимум, смогли постичь это очень важное и нужное дело — медитация. Вообще на Западе ведь много говорят и о медитации, и о системе mindfulness, и о дыхательных практиках отдельно. Техники осознанности помогают удержать себя в определенных рамках, управлять стрессом. Это очень важно. Он будет всегда в нашей жизни, он был есть в нашей жизни, но умение справляться с ним — это важно. Более того, я хочу сказать, что порой жизнь бьет наотмашь. И вопрос в том, ты сможешь удержать себя или нет? И будет ли такая ситуация, что уровень кортизола будет зашкаливающим, и долгое-долгое время будет длиться вот это повреждающее действие этого гормона и стресса? Или ты сможешь взять себя в руки, но не так, знаете, возьми себя в руки тряпкой. Нет, для этого есть специальные техники, и этому можно научиться. Берегите себя. Будьте, пожалуйста, здоровы. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы быть в курсе последних новостей. Подписывайтесь на наш канал.